Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Врач-офтальмолог Андрей Саламатин В студии Вчера был такой знаменитый для вас день Такой профессиональный праздник День у меня офтальмолога Ну я так понимаю, что нет времени Для празднования, работать надо Да, хотелось бы, пользуясь случаем Поздравить всех коллег С прошедшим днём офтальмолога Пожелать всем сил Довольных пациентов Благодарных пациентов И сил на совершенствование себя Своих методов лечения Техник операции И здоровья, конечно А приходится в своё время совершенствовать техник операции вообще, да? Нет такого, что есть какая-то рутина Или в этой работе творческой не бывает Такой вот На самом деле Такой скачок произошёл в последние 10 лет Особенно в офтальмологии То есть даже можно говорить о какой-то революции, да? Да, на самом деле Они были разительные Очень изменения В последние 10 лет И Конечно Если Что-то пускается Из виду Это уже Не догнать То есть догнать уже тяжело Так это легко сказать Там Новую технику Немножко подкорректировать Но Это и так стрессовая ситуация Когда Хирург идёт в зал И делает то, что Как он привык всё это делать Когда приходят новые методики Сложно иногда перестроиться Это там Мне легко Я там Молод А другим врачам Достаточно тяжело Перестраиваться на новые Методы Новые технологии Как бы Прогрессирует всё И методы И техника Которую мы делаем Хирургию Хирургию Что это одно из Обязательных Таких мероприятий Чтобы Которое нужно посетить И Обязательно Повысить свою Квалификацию Если мы говорим Действительно О том С чем вам приходится Сталкиваться Я так понимаю Что может быть Несколько слов об этом О том С чем к вам люди Обращаются И когда нужно Чтобы они к вам Обратились Им самим К нам В наш центр Обращаются Пациенты Ну конечно В основном Тех У которых Проблемы Со зрением Это Такие Заболевания Как Катаракта Глаукома Это Заболевания Которые Затрагивают Больше Пожилых Ну конечно Много Молодых Пациентов Которые К нам Приходят В основном Пациенты Которые Хотят Избавиться От средств Коррекции То есть Либо это Очки Либо это Контактные Линзы Да Потому что Ну на самом деле Это Дискомфорт Последневной Жизни Это ухудшает Качество Жизни Особенность Когда Допустим Большой Минус Человек Не может Делать Последневные Вечи Без Средств Коррекции Ну и Такие Процедуры Как Лазерная Коррекция И Многие Другие Процедуры Разительно Улучшают Качество Жизни Пациента Человека Потому что Ему не надо Пользоваться Очками Или Контактными Линзами Вот Об этом Мы еще Чуть Попозже Поговорим Вот Вы говорили Про Катаракту Глоукому Которого Поражает Уже Ну Людей Возрасте Все-таки Ваш Наблюдение О чем Гает Это Они приходят Ну по существу Сами Или Все-таки Заботу Появляют Дети И говорят О том Что ну Хватит Мучиться Какие-то Капельки Капать Нужно Решать Эту Проблему Кардинально Знаете По моим Наблюдениям Очень все Зависит От Пола Пациента Если Это Женщина Возрасте То скорее Все Она Сама Пришла Если Это Мужчина То Он Будет Тянуть До Последнего До И пока Та же Жена Или Дети Буквально силком Не притащат Да Ну Так Есть На самом деле Что Жена Или дети Заодно Они Сами Себя Осматривают Как бы Приходят На прием И Приводят Родителей Конечно Это очень Это очень Полезно И это Очень правильно Я по своим Родителям Знаю По своему Отцу Который Также Врач Профессор Его Сложно Затащить К Доктору На проверку Но это Нужно Да Поэтому Мы стараемся Всей семьей Даже его Даже его Даже его Отвести На проверку Да Я считаю Что один раз в год Конечно Нужно обязательно Провериться Зрение Тоже Один раз в год Молодым Можно один раз в два года Людям за 50 лет Конечно же Один раз в год Обязательно Сходить Провериться И поэтому Сыновья Дочери Если они проявят Такую заботу Это конечно Очень правильно Вот это очень важное Замечание Потому что многие Говорят так Вот есть две крайности Одни терпят Для последнего А у других Другая отговорка Мы же сами Как бы себя отговариваем Говорим о том Что ну Если нет жалоб Я вот приду В клинику Ну даже в частную На меня так странно Посмотрят Скажут Люди там на операцию Жалобы Вот сидят в коридоре У них куча проблем Вы пришли Чего-то Просто провериться На самом деле Это совершенно Нормальная практика Да Я говорю Что особенно После 50 лет Это очень И приходят люди Все-таки Проверяются И вот очень правильно Потому что Есть такие заболевания Которые Нельзя Которые Не дают О себе знать Сразу же Разительно То есть сразу нет Острого Симптомов Симптомов Разительных И сразу нет Допустим Та же Глоукома Глоукома Заболевание Которое По всему миру Организации здравоохранения Занесена Как первая причина Слепоты В мире Слепоты В мире Да И проблема В том Что это Прогрессирующее Нейродегенеративное Заболевание Которое Сложное Заметь Сразу Человеку То есть Ухудшение Начинается С периферии И зрение Потихоньку Становится Трубчатым Да Как бы Но это Происходит не сразу Это происходит не сразу Совершенно верно И Этим Она и страшна Да Что У нас же два глаза Один глаз компенсирует Другой И Если ты Как бы Один глаз не прикрываешь Ты сразу не можешь понять Что у тебя Именно в одном глазу Проблема Совершенно верно Совершенно верно Вот И Для этого И нужны Вот такие вот Осмотры Где мы можем Предположить Что у человека Там Есть Определенное Заболевание Глаукома И дальше уже Действовать по тестам Которые нам Более детально Могут сказать Есть ли у него Глаукома Нет ли у него Глаукома Допустим Если мы говорим Об этом заболевании Да И И следить за ним Если мы видим Какие-то Отклонения Допустим Должно значит Лечение Диагностировать Глаукому И уже назначить Лечение До того Как это Начало Приносить Повседневный Вред человеку Да И До того момента Как зрение Ухудшилось Сразительно То же самое И с Там Катарактой Катарактой Это заболевание Хрусталика Линзы глаза Когда она бутнеет И это Второй Есть Вторая причина Да Вторая причина Есть причина Которая Необратимая Глаукома К сожалению Необратимая причина Ее нельзя Вылечить Ее можно Немножко затормозить Притормозить Но вернуть Зрение утеряное При глаукоме Невозможно При катаракте Возможно Поменять Хрусталик Но Даже В этом случае Это вторая причина Слепоты В мире Люди Многие Я по своей практике Знаю Что Многие Не замечают Таких Разительных Такой Разительной Симптоматики До того момента Как Они прикроют Здоровый глаз И посмотрят Или списывают На возраст С возрастом Как-то Зрение Ослабло И они продолжают С этим жить Совершенно верно Совершенно верно Поэтому Один раз в год Обязательно Обязательно Я считаю Провериться нужно И вы такие Вот проверки Мы такие Проверки Конечно Такие проверки Осуществляем И у нас Много пациентов Которые к нам Ходят Ну ежегодно Да Уже их И мы знаем И они нас знают И поэтому Конечно Такое все У нас происходит И можно Очень легко И непринужденно Записаться Можно позвонить По телефону 2001 6968 2001 6968 Да Или Ну молодые люди Они больше По социальным сетям Нас легко найти В социальных сетях Это Доктор Салмат Натсу Рехабилитация Центр В фейсбуке Там у нас есть чат Где можно написать Записаться на прием Атсу Центр СЛВ Где можно Это наш сайт Вопросы тоже можно задать Туда можно зайти Задать вопросы Получить ответы Отправить На почту сообщение Какое-то В фейсбуке Можно Тоже отправить сообщение И вы в течение Там получатся Получить ответ Так что По вашему опыту Ну понятно Что у нас ситуация такова Что у нас страховки Могут оформлять Только по существу Работодателей Но своим работникам Да Тем не менее Ну у многих Все-таки есть Эти медицинские страховки Они в какой-то момент Тоже могут действовать При обращении В офтальмологическую клинику По вашему опыту Конечно Конечно они действуют У нас действуют Определенные страховки Перед тем Как вы пойдете В нашу клинику Можно позвонить Все узнать И все узнать Да Какие страховки У нас конечно действуют И Эти страховки Действуют на полный На осмотр На дополнительные Исследования Поэтому вам просто Нужно позвонить Узнать Действует ли ваш Страховой полис Принимает ли он Его в нашей клинике И вам Наши девушки Приятные С регистратуры Все расскажут Ответят И вы будете в курсе И конечно Мы работаем Страховыми компаниями Вот вы упомянули В самом начале О коррекции И в основном Это касается Наверное Людей помоложе О коррекции зрения Возможно ли она Вот мне тоже знакомые И спрашивают Есть ли Разные диоптрии На одном и другом глазе Да Конечно Такое возможно И очень часто У людей Нет такого Что один глаз Правый Копия абсолютно левого Они все-таки Немножко различаются Поэтому Разные диоптрии Конечно Мы коррегируем И такую Такую аномалию Зрения Как Астигматизм Да Мне часто приходят Пациенты И говорят У меня астигматизм Что мне с этим делать Вот И мы это тоже Исправляем Да Но это аномальный Просто немного Аномальная Передняя часть Глаза Роговица И это легко И исправляется Лазерной хирургии Да Вот Есть Люди Довольно много людей Я думаю У Латвии тоже У которых Вот такой дефект Ну Может быть Он Я не знаю Косметический Тоже Это косоглазие Да Можно ли это Как-то исправить Оперативным путем Косоглазие Это отдельная тема Даже есть отдельная Специализация Которая на этом Специализируется Это Астробологи Да Вот И Конечно У нас У нас много В детской больнице От состояния организма Коррекция Есть результат Можно спокойно Сделать Ну Он претерпел Претерпели Чудо Они отдаленные Знаете Бывает длительное Лечение Нужно всем терпеть И пациенту И врачу Пока он увидит Позитив Неделя Месяц Другой А здесь вот буквально Минута И все И уже Совершенно верно Этим Большинство хирургов И живут И питаются И живут Этой энергией Потому что Это очень приятно И захватывающе И Всем это нравится От этого не устаешь Сколько бы ты этих операций Даже если Даже если ты устал Это тебе придаст сил После того Как ты увидишь Такие родительные Улыбку пациента И такие Разительные результаты После того Как Человек всю жизнь носил очки А здесь он снял очки И видит И сам не верит Что видит без очков То есть он смотрит На эти часы И не может поверить Да Да Совершенно верно Такое есть Такое есть И это очень Очень приятно Каждый раз Каждый раз Этому не устаешь Сам удивляться Каждый раз То есть в принципе Вот что значит Прогресс в медицине Реально Прогресс в медицине Да Реально И он Он Стартовал Вместе С прогрессированием Технологий Да И Сейчас Даже В период Такой небольшой Стагнации С 2008 года Все равно Начались Появляться Многие Разительные Перемены В технике Операции Может быть В сама технология И развитие Самих Лазерных Аппаратов Но техника Совершенствуется Приостановилась Но техника Каким образом Как уменьшить Разрез Как уменьшить Послеоперационный период Все это Совершенствуется С каждым днем Подходы Еще раз говорю Что очень важно Совершенствовать Свои навыки Свой опыт В посещении Мировых Европейских Конгрессов Не только Слушать Докладывать Свои результаты Мы каждый год Ездим Это американская Конференция Аскарс Американская Ассоциация Роговичных И Хирургов Переднего Отрезка Там С выступлением Профессор Уступает Очень много Читает Лекции И Некоторые Курсы Ведет Поэтому Европейские Конгрессы Там у нас Многие Лекции Я еручитаю Представляю Доклады На конференциях Брат Доктора Наши Ездят Это очень Очень важно Очень важно Делиться своим опытом Очень важно Получать новые знания А мы в принципе Там не отстаем От каких-то Мировых стандартов Если так можно сказать Потому что есть Такой стереотип Ну Латвия Там маленькая страна На всем экономит На оборудовании В том числе Да есть такой стереотип Но это не так Латвия На самом деле Делает Ну Я скажу За нашу клинику За Передний отдел глаза За катаракту За глухом За всякие Лазерные манипуляции Что мы Ни в коем случае Не отстаем От западных коллекций Тем более В Америке Есть такой Пресловутый FDA Food and Drug Administration Который много Что тормозит Не все Не все Те технологии Которые доступны В Европе В частности В Латвии Доступны Например В Соединенных Штатах Да Вот И многие коллеги Из Там допустим Из той же Америки Они ездят Учиться в Европу Чтобы Чтобы узнать Об этой технологии Больше Поэтому Ни в коем случае Латвия Тоже В частности Не отстает То есть По крайней мере Что касается Вот таких И лазера Я так понимаю Глукомы Катаракты Не нужно Ехать там В Германию Или как вот модно Даже если есть Финансы на это Нет никакой Ну что касается Лазерной Там катарактальной Хирургии То что мы делаем Там У нас в центре Ну Это Не стоит того Чтобы ехать В Германию Получить то же самое Микс Ньюс Еще раз Добрый день Доктор Офтальмолог Андрей Соломатин У нас В студии Из Центра Офтальмологии Профессора Соломатина Вот Если мы говорим Действительно Вы сказали Что техника Совершенствуется Вот этой Лазерной Операцией Но я так понимаю Это же можно сказать И про технику Других операций Не знаю Глукомы Катаракты Все таки Это изменилось Чем Не знаю Еще 5-10 лет Тому назад Конечно Совершенно верно Раньше Нужно было Лежать В отделении После операции Сейчас Это Не требует Такого Раньше Там операция Допустим По поводу Катаракты Длилась Час Два часа Делался большой разрез Еще неделю В больнице Да Делался большой разрез Нужно было лежать в больнице Сейчас Вы представляете Разрез Для того Чтобы прооперировать Ну это микрохирургия Конечно Все микроскоп Разрез Что вы представляли Это 1,8 миллиметра Да Микроскопический Да Это микроинвазивная операция По поводу Катаракты Вот И она делается Минут 20 Полчаса Оно зависит от техники Хирурга Да И она не требует Длительного Непровождения После операции После операции Наши пациенты После операции По поводу Катаракты Они отправляются Домой Да Стены Дома и стены Лечат Как говорится И это не требует Такие микроразрезы Не требуют Нахождения В больнице Вот Наш радиослушатель Константин Посредством Ватсапа Спрашивает Такой Молепрактический Вопрос Но Очень даже Реалистический А сколько Вообще В среднем Стоит Откорректировать Зрение Ну какой-то Если так можно Сказать Прискурант Да Я могу сказать Прискурант Действует Много Скидок Разных Да Можете Следить На нашей Странице В фейсбуке Это Доктор Салмати На Атсуцентр СЛВ В инстаграме Мы публикуем Всякие Скидки Акции В среднем Цены Варьируются От 1200 Если мы Говорим Без скида Каких-либо До 3500 За Оба Глаза Это Ну такой Разброс Цен Примерно Да Чтобы Знали Если мы Говорим Про Какие-нибудь Акции То Это Где-то Там 750 Евро За Оба Глаза Поэтому Очень Можно Левко Попасть На скидку И эта Скидка Работает Как Много Раз Я пытался Где-то В Фейсбуке Найти Скидку Или Там Инстаграм И Сомнением К этому Подходил Но У нас Это Реально Работает Ну то есть В принципе Это все По большому счету Доступно Да Это доступно Да Рефрикционная хирургия Стала доступна Раньше Это было Эксклюзив Избавление Тачков Сейчас Это Доступная Операция Чтобы избавиться Тачков Доступная Очень У меня Много Пациентов Приходит И говорят Я хочу Я готов Но Я боюсь Это очень Распространенная Проблема Это нормально Когда пациент Приходит И боится Операции Ну что ж Это Если он ничего Не боится Это уже подозрительно Да Я так понимаю Что вы Естественно Как врачи Как психологи Разъясняете Все нюансы Что может быть И нечего бояться Да Потому что Операция Ночего Пациент боится Неизвестности Он боится Боли Она безболезненная Безболезненная И адаптационный период Не такой длинный Я говорю Что Как мы Только что Обсуждали До паузы Пациент Встает С кушетки Ну какие-то Меры предосторожности Я помню Все-таки Надо соблюдать После операции Да После операции Нужно Это эффект Сразу же Но Основление Какое Все равно Есть Это же не массаж Это операция Нужно капать Определенные капли Которые Содируют Стероиды Антибиотики Две недели Как минимум Нужно Защищаться От попадания Инфекции В сущности Чего мы боимся Мы боимся После операционной Инфекции Потому что Еще Свежо Все Да Совершенно верно Там Есть небольшие Надрезы Поэтому Мы боимся Попадания Инфекции В пол Этих Надрезов Вот Поэтому Если человек И у него есть Возможность взять Какой-то короткий Отпуск Это только будет Плюс Это вообще Идеально Идеально Потому что Операция Это все равно Стресс Не все Его так Спокойно Переносят Есть разные Люди И конечно Лучше Делать Операцию И пациенту Легче И множество Пациентов Они так и делают Они берут Выходные Делают спокойную Операцию Проходят Реабилитационный Период И спокойно Выходят на работу Что касается Катаракта Может такой вопрос Который я думаю Вам задают Пациенты Вот с этим Взрастным Может быть Заболеванием Вот после того Как делается Эта операция Может ли опять Случиться Катаракта Да Такие вопросы Достаточно часто Значит Если мы говорим О катаракте Просто расскажем Слушателю Что это такое Внутри глаза Есть линзочка Хрусталик Совершенно верно Которая мутнеет Мутнеет Со временем Это нормальный Физиологический процесс Что мы делаем Мы убираем Помутненный Хрусталик И вставляем Иногда четкую причину Понять невозможно Возрастные Дегенеративные Изменения Обменные Да Есть четкие Есть некоторые Катаракты Обусловленные Четкими Причинами Это травмы Прием медикаментов Стеройные препараты А в основном Это то что Это возрастная причина Хрусталик Или линза набирает Белковое вещество Воду в общем И со временем Мутнеет Это нормальный Физиологический процесс Так вот Что мы делаем Мы убираем Эту линзу Эта линза Находится в капсуле Убираем Весь состав Этой капсулы И в эту же капсулу Которая природная Мы вставляем линзу Так что такое Значит катаракты Как таковой Не будет Потому что Мутнеть нечем Хрусталика нет Но может Помутнеть Капсула Это называется Вторичная катаракта Так что Вторичная катаракта Может быть Но там не надо Оперировать Там нужно сделать Процедурку Это помутнение Капсулы Как я сказал И это устраняется Да Это устраняется Не операцией А процедуркой Мы делаем определенную Процедуру Это тоже лазерная Процедура Но не только что Рефрикционный лазер А специальный Яг-лазер Который действует Именно на эту капсулу И делает в ней Небольшое Отверстие И снимает Эти проблемы Вот Может быть Такого Вы уже упомянули И какие-то заболевания Которые вызывают К сожалению Осложнение На глаза На зрение В частности Это тоже бич На современности Из-за питания Из-за обмен На проблемы С задней стенкой Глаза Сетчаткой У нас даже есть Скрининг Пациентов С сахарным диабетом Чтобы То есть Есть даже Такое Обследование Да У нас есть Такая возможность Пациент приходит Просто на скрининг Посмотреть Если у него При В общем При диабете Это такое Определенное заболевание Это отражается На сосудах Сетчатки Это отражается На всех сосудах Но в том числе На сосудах Ну если мы говорим Про глаза То это Чаще всего Острожается На сосудах Сетчатки Микроэнеризм Микрокравлезлияние В центральной зоне Могут быть изменения Да Поэтому В особенности Они проявляются После 5-10 лет Стажа Сахарного диабета Это может быть Не только Первый тип Это может быть И второго Совершенно верно Да Первый Второй тип У нас есть специальная программа Когда мы Предлагаем пациенту Просто пройти скрининг Чтобы Чтобы выявить Эти проблемы И тогда еще можно На каком-то этапе Пытаться скорректировать Это все Пытаться скорректировать Потому что Он лечится лучше всего На ранней диагностике Да Если там затронулся центр То Это уже Проблемы Серьезные Которые Требуют Долгого Лечения Долгого восстановления Да Но это тоже Все возможно Это все возможно Да Все возможно Все возможно И Как во всех Наверное Сферах Болезнях Чем быстрее Диагносируется Чем легче лечится Тем лучше Результат Вот может быть У радиослушателей Который Может быть Впервые слышит Наш цикл передач Может у него Создает такое ощущение Что Да Тоже может один стереотип Все-таки Вы клиника Вы Нацелены Да Или заточены На какие-то оперативные Мешательства Всегда ли они нужны Нет Не всегда нужны Оперативные Мешательства И пациенты Которые к нам Приходят Те же пациенты На рефрикционные Операции На коррекции Зрения Не всем Не всем Можно их делать Не всем Показаны эти операции По коррекции Зрений Вот Вы назначаете Если надо И какие-то медикаменты Тоже Конечно Медикаменты назначаем Капли Особенно если есть Какие-то Хронические заболевания Или заболевания Которые Нужно лечить Медикаментозно Тогда мы назначаем Капли Не всегда нужно Оперативное лечение Да То есть это Нужно понимать Что это не просто Вот только операции Да Да конечно Конечно Есть Заболевания Хронические Которые Занимаются Наши доктора Которые Не все же Хирурги Не все Не все Заточены на операции Есть скажем так Офтальмологи Терапевты Совершенно верно Есть Которые Терапевтические Таким Совершенно верно Совершенно верно Глоукому Не всегда нужно Лечить Хирургическим путем Да Только в Осложненных Сложных Случа Да Вот И заболевания Сетчатки Там не всегда Нужно Хирургическое Лечение Конечно Конечно Мы ведем Пациентов Терапевтически Тоже Поэтому Мы не только Заточены На хирургии Но И на терапию Тоже Поэтому Еще может быть Такой вопрос Который Я думаю Вам Тоже задают Что касается Вот Лечения Той же Глоукомы Я так понимаю Что Это тот принцип Чем раньше Тем лучше Совершенно верно Чем раньше Чем мы найдем Эти изменения Тем лучше Для пациента Что мы можем Приостановить Это заболевание Особенно Если эти Изменения Связаны с повышением Внутри Глазного давления Мы его уменьшим И спокойно Вылечим Не вылечим А приостановим Это заболевание Приостановим Приостановим Заболевание Лазерная хирургия Есть хронические Проблемы С роговицей Да Это Ну Она входит в пятерку Причин По Ну Из-за чего Слепнут люди И у нас К сожалению В Латвии Да наверное Во всей Балтии Это Такой больной вопрос Потому что Ну В мире Зарегистрировано Где-то В год делают 100-200 Тысяч Пересадок Роговицы Да Много Это достаточно Но это только Что зарегистрировано Да Я думаю Что делается Многое больше Но Проблема Проблема Нашей реальности В том что У нас нету Банка тканей С которой мы можем Сделать пересадку А таких пациентов Достаточно много Тоже на моей практике Проблемами с роговицей Да Мы делаем только В острых случаях Мы можем это все Организовать Да Организовать Это достаточно Дорогая Операция Нам приходится Заказывать Роговицы Из банков Тканей Европейских Вот я Недавно Там Подписывал Договора С европейскими Банками Там только Ткань стоит Две с половиной Ну две с половиной Тысячи Плюс еще Как-то все За шесть Но это Большие деньги То есть где-то 4-5 тысяч Ну да И конечно Вот Сложности Того Что Нет у нас Медицинского страхования Такого В Латвии И конечно Пациенту Ну Далеко не все Могут Позволить себе Позволить себе Вот такие вот Операции Да Они сложные Они приводят К К хорошему результату Если мы говорим О зрении Да Но Недостаточно Дорогие Да Прием И звонки Тоже Добрый день Слушаю вас Пожалуйста Здравствуйте Да Пожалуйста У меня кабику Вы слишком много Болтаете Полчаса прошло Вы сказали После перерыва Дадите Слушателям Вы ничего не даете Пожалуйста Как вы только позвонили Могли вы за эфиром Доктора спросить Ну И ограничивайте Тех Кто задает вопросы 20-30 Вопросов Можно задать До свидания Да Вот Неожиданно К сожалению К сожалению Не услышали Видимо Не было Нашего радиослушателя Вопросов Но как только он позвонил Я сразу Предоставил ему слово Ладно Всякое в жизни бывает Вот Еще Может быть Такой вопрос Который тоже вам задают Можно ли говорить о том Что Ну какие-то заболевания Глаз Тоже генетически Предрасположены Есть ли такие Научные подтверждения Ну конечно Есть много Генетических заболеваний Это Пигментный Летинит Ну это Не так Он Распространен Но Он тоже приводит К слепоте Кстати Одна Даже Если мы говорим О том же Такого же заболевания Глоком У него тоже есть Одна из причин Это наследственная причина Да Поэтому Большой риск Если мы думаем Вот у пациента Вот такие вот данные Они находятся на рубеже С патологией и нормой Патология ли это Или норма Вроде как Зрение стопроцентное А давление чуть выше нормы Тогда конечно Мы смотрим на Анамнез Заболеваний Фомин Ну С чем болели родственники Да Если у кого-то есть У родственников Была глокома То Скорее всего У человека Она тоже Разобьется Да Надеюсь Сейчас мы услышим И вопрос Добрый день Слушаю вас Пожалуйста Здравствуйте Да Пожалуйста Скажите Скажите Я коротко Пожалуйста Как зовут доктор Имя, фамилия Телефончик Желательно И что за клиника Где найти Что и как Спасибо большое Спасибо большое Видите Ну это специфика радиостанции Кто-то может быть сейчас Сел в машину Включил радио И может быть Прослушал Андрей Соломатин У нас в студии Врач-офтальмолог Из клиники Профессора доктора Соломатина Может быть еще раз Назовите телефон Да Да Конечно У нас легко Можно найти По телефону 20 0 1 6 9 6 8 Либо По телефону 6 7 217 317 И по моему Клиника находится На Элизабете Элизабете 75 В саунд-центре Напротив фирменского парка Нужно пройти через Там все написано Через арку Может быть Такой Последний вопрос Так вот Время эфира Быстро подходит к концу Мы знаем Что есть запись На отдельные Как бы И операции И обследования Всегда ли есть Какая-то очередь Или есть какие-то случаи Когда можно Пройти Получить Какую-то консультацию Ну довольно быстро Я понимаю Что у вас Не клиника Не отложной помощи Это не больница Но тем не менее Ну все мы люди Конечно И у нас Наш персонал Мы делаем Собрание Часто И рассказываем Персоналу Какие случаи В термологии Неотложны Если пациент Звонит И говорит Я перестал Видеть У меня Острые боли В глазу Допустим Конечно Мы острых пациентов Примем Сразу Да Как только И сможете им Оказать какую-то помощь Да И сразу Можем оказать Какую-то помощь У нас Есть операционная Сестра И на месте И операционный зал В нашем распоряжении Есть и детский врач У нас детский врач Да Детский врач У нас очень 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 Класс Я очень люблю Нашего детского врача Доктора Аида Мациевская Она Так Отлично Обращается с детьми Что Талант есть Да Талант И предположенность К этому Конечно Есть Вот Конечно Когда она принимает На первом этаже Немножко шумно Но Но Она Это любит И она Очень интересно Этим занимается Она молодец Большой Вот Конечно Детский врач У нас принимает Но К сожалению К ней Достаточно Большая запись Она очень много Принимает Но К ней надо долго ждать К профессору Очень Он старается Брать И вне очереди И пораньше И делает И мы делаем На субботу прием Запись большая Запись большая Да К другим врачам Чуть поменьше Но в среднем Надо Как минимум Две недельки Заранее Надо записываться Да Да и сломать У нас был в студии Передача «Зрев корень» Не переключайтесь Ну и на следующей неделе Встретимся Вновь В том числе И вот И в этой студии В этой программе Спасибо